Привет, друзья! Середина лета в разгаре и самое время приготовить мое любимое блюдо, вернее одно из моих любимых блюд. У каждого из нас, конечно, есть свой кулинарный рейтинг любимых блюд. У меня номер один это голубцы, но не любые голубцы, а только голубцы, которые готовит моя любимая теща по ее фирменному рецепту. Вкуснее голубцов я не ел, надеюсь, я как-нибудь уговорю ее, чтобы она поделилась секретом этих восхитительных вкуснейших голубцов, которые она готовит мне на день рождения каждый год. А теперь блюдо номер два в моем кулинарном рейтинге это фаршированные болгарские перцы. Те перцы, которые я готовлю по нашему фирменному домашнему рецепту. Готовить перцы, разумеется, совсем не сложно. Нужен болгарский перец, из которого вынимаем серединку. Здесь 700 грамм фарша. Фарш можете брать любой, это комбинированный фарш, здесь свинина и говядина. И стакан сухого риса у нас превратился вот в такую вот большую чашечку. Чем тот способ приготовления, который практикуется у нас в семье, отличается от других вариантов приготовления фаршированных перцев, которые я видел? Во-первых, мы не используем томатную пасту. И вам я тоже советую ее не использовать. Томаты от кожицы и нарезаем их. Но поскольку наших томатов еще нет, они не созрели, я использую магазинные, итальянские, резанные томаты в собственном соку. И вторая фишка. Мы всегда готовим перцы с использованием моркови. То есть делаем морковь как подушку. Натерли ее в форму и в этой форме мы будем запекать перцы. Почему я не рекомендую использовать томатную пасту в данном случае? Дело в том, что на мой вкус томатная паста придаст излишнюю кислинку и излишнюю резкость. А вот использование томатов резаных или использование пассаты, оно дает такой нежный, вкусный бульон, но прям объедение. Ну теперь солим фарш, перец. Ну как говорится, соль, перец по вкусу. Соли я взял здесь одну чайную ложечку на 700 грамм фарша без горки. И перчика вы видели чуть-чуть. Кому-то нужно больше перца, кому-то меньше. Смотрите сами по вкусу. Теперь смешиваем фарш, добавляем его в рис и хорошо все перемешиваем. Рис, разумеется, приготовлен до половины, то есть не полностью готовый рис. Что делать дальше, знают все, кто когда-либо готовил фаршированные перцы. Нужно просто эти перцы наполнить фаршем риса. Я добавил сюда немного воды и сейчас просто вот это все заливаем. Я не делаю так, чтобы полностью покрывала перцем жидкость. Где-то она вот на треть доходит. Потому что дело в том, что в процессе приготовления еще перцы дадут сок. Я просто накрываю крышечкой и в духовку разогретую до 200 градусов. Запекаем перцы 1 час при температуре 200 градусов в духовке под крышкой. За 15 минут до окончания снимаем крышку, чтобы перцы и снаружи подзапеклись. Вот смотрите, что получается. За счет того, что бульона немного, перец получается не вареный, а запеченный. И вот когда мы сняли крышечку, вот видите, он так немножечко подзапекся. Для внешнего вида это очень классно. Ну что ж, друзья, пока-пока. Живите вкусно, готовьте вкусно и пусть у вас все будет хорошо. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!